всем здравствуйте вы на канале замечательная жизнь меня зовут елена я зашла к себе в теплицу ну что надо наводить порядок здесь у меня бардак бардаком ладно наведем стало уже тепло в теплице показывает солнышко у нас сегодня не знаю видно вам не видно но мне видно 34 градуса так велосипед отсюда убираем все я буду начинать уже наводить порядок вот в такие теплые дни вот видите у меня грядки сколько здесь 1 2 3 грядки они все укрыты скошенной травой причем я думаю что вплотную не помню уже да точно посмотрите как просто вплотную просто вот вплотную и эту мы теплицу посмотрите я вот лопата да она у меня прям залезает до самого конца в этой теплице мы ее проливаем всю зиму проливали ну это сколько там может ведро в день в два выльется сюда моешь посуду моем посуду и выливаем в эту теплицу то есть она у нас хорошо пролита никакой во снега я сюда загребать не буду так вот видите мягкая 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 земля я тут видела уже конечно и мышек своих любимых которые прошлый раз приходила также вот тыкала тыкал и откуда-то выскочила мышка ну что надо тогда ложить опять отравы класть сюда отравы сыпать вернее надо будет отраву и я хочу вам рассказать чем же я буду заниматься как я буду садить посадки зашла на несколько видео выйду я чё что показывать вам тут этот бардак до несколько видео я зашла в этот раз просто наткнулась на одной из них и начала штудировать эту тему я буду в этом году а а именно уже скоро это начинается сажать сажать свои растишки новым для меня совершенно методом это на прозрачную пленку я наткнулась на видео с алтая женщина живет в алтае она этим занимается уже давно особенно садит и арбузы и дыни на на пленку на прозрачную не на темную как многие садят она прозрачную пленку что я выяснила для себя что она лучше прогревает землю и растением под ней комфортнее почему лучше прозрачная пленка прогревает землю они темная она даже привела пример и я вам хочу тоже привести например окно до светлое прозрачное когда греет солнышко то что у нас получается у нас нагревается эта комната если мы за шторим шторой или закроем жалюзями плотная темная как говорится уже получается пленка но это я так культурирую и что у нас у нас сохраняется прохлада то же самое здесь с пленкой то есть если мы укрываем светлой прозрачной пленкой значит у нас пойдет прогревание нижних глубоких слоев внизу а если мы темной то прогревания до особого и не будет и она даже замечала по температуре то есть измеряла землю и под прозрачной пленкой и под темной темным укрывным материалом в общем короче она меня убедила в этом я потом посмотрела еще несколько блогеров которые занимаются этим это надежда по моему надежда салтая она сажает уже давно арбузы дыни и вот два года как назад она попробовала посадить таким методом помидоры тыквы баклажаны перцы и у нее такие урожаи алтай да вроде бы что там за климат она рассказывает что у них точно также возвратные заморозки в июне месяце могут быть и конечно же там теплее чем у меня здесь в ярославле но в общем она меня убедила может сажаем помидоры у себя как говорится в не в теплице она в открытый грунт сажаем и в общем то получаем урожая здесь же урожай увеличивается может быть не в несколько раз но намного увеличивается урожай созревание проходит быстрее и вот я она садила в этот в этом году сажала господи как говорить то я не знаю даже сажала садила я уже вся запуталась мне и так хорошо сказать и по-другому хорошо сказать в этом году она сажала в под прозрачную пленку помидоры и в теплице и у нее тоже великолепный в том году вернее урожай вырос но это я все буду показывать на своем канале рассказывать следите за моим экспериментом правильно надо но говорю как если хотела сказать но надо правильно пленку эту положить на землю то есть она должна не должна вернее пропускать совершенно воздуха одна из грядок у меня пойдет под этот эксперимент я не буду заниматься все как говорится а вот та дальняя грядка а дальняя грядка я это все освобожу должна здесь земля быть влажная потому что преимущество такого метода значит это я все убираю сюда укладываю плотно плотно пленку и просто посажу то есть преимущество этого метода еще и в том что она практически не поливает эти культуры которые высажены на прозрачную пленку ну может быть там несколько раз подкормит так как у меня грядки заправлены уже они плодородные я занимаюсь природным земледелием то я думаю что я вообще удобрять их не буду про экспериментирую часть посажу обычным способом как я садила а часть посажу на прозрачную пленку я вот про этот метод может быть он меня не привлекал никогда раньше может быть я и слышала и вы точно также многие вас часто очень сажают на темный материал но это все не то поэтому вот таким образом все начну заниматься уже уже середина марта уже можно подготавливать грядку надо ее заранее укрыть можно даже и за три недели то есть уже в принципе той можно укрыть и она садила в начале мая она садила уже свои растишки но естественно сначала же под укрытие потом уже это укрытие убирала если это на улице потому что я и говорю что возвратные заморозки как говорила она тоже у них есть и колебания температур у них тоже она говорила большие на алтае это и днем может быть жара а вечером ночью уже может прохладно опускалась температура до ну 12 градусов хотя стоял например июль месяц ну а так как под пленкой там практически ноги теплые этим растишкам и они находятся почти там практически одинаковая температура то есть нету для наших растишек главное чтобы были ноги в тепле правильно нужно что правильно ну что в общем вот такое видео я начала начала новый эксперимент эпопея с квартирой у нас у ксюши закончилась теперь начинается огородническая эпопея смотрите подписывайтесь на мой канал ставьте пожалуйста лайки если вам интересно заходите и будем вместе наблюдать буду вам все показывать что у меня получилось а можете даже и начинать все вместе со мной уже заниматься таким благим интересным делом как огородничество и как посадка растишек наших любимых под пленку выделите себе какой-то небольшой кусочек укройте тоже эту этот участочек ну и хороших нам может кто-то сказать что это дорогое удовольствие купить пленку надо она не из дешевых но вы знаете мы в прошлом году нашли очень много пленки вот у меня например пленка лежит навоз на ней находится вот у меня тут пленочка тоже висит двойная я ее обрежу то есть для меня не проблема пленки а тогда это удовольствие наверное не из дешевых но может быть она пока окупаема у нее вот у этой надежды конечно урожай просто шикарный вот она показывает на улице урожай перцев помидоров висят все увешано но это конечно же зависит и от рассады тоже в том числе поэтому ну вот я попробую так как пленка мне досталось бесплатно я думаю что мы еще найдем много пленки она просто выбрасывается ну и в прошлом году я садила вот в такие баде свои растишки тут у меня рос перец вот по этой на этой грядочке вы знаете урожай был конечно прекрасный лучше чем рос он земле я один там допустим одну перчину в эту бадью посадила другую парчи перчину земельку и вот так вот чередовала то же самое у меня по той стороне росли огурцы тех круга огурцы которые росли вот именно вот в этих бадьях тут у меня отверстие в них есть все как положено вот они росли огурцы и давали мне прям прекрасный шикарный урожай я буду и в этом году точно также садить то есть им тоже тепло не будет идти холод из как говорится с земли они прям прекрасно тоже росли огурцы и буду садить опять точно так же сейчас я вот готовлю землю пищевые отходы мы складываем вот в эти воде вот они у меня здесь вот так разбросаны мужа попросила еще поставить такие же вот он еще поставил эти уже без дырок вот например воде а тут у меня без дырок она наполнена пищевыми отходами и вот уже вот такая каша жижа получается я ее буду наливать в лунки или рядышком с лунками или поглубже в лунки то есть удобрять вот например у меня здесь я сейчас сделала ямочку сюда наливаю и закрываю все земелькой то есть я занимаюсь природным земледелием у меня все натуральное все у меня уже готово вот это почва к посадке сюда я могу посадить и лук и какие-то семена цветов и редиску например тоже могу сюда посадить и что еще укроп могу сюда посадить зеленушку какую-то у меня хорошо рос в сельдерей вот в этой воде все у меня здесь готово даже семена на рассаду можно посадить например капусты тоже вот в эту воде ей и тепло она нагревается и питательная здесь уже земля то есть вот значит наполняю те воде какие-то у меня с дырками вот это например воде она с дыркой то есть вода мы туда сливаем воду она выливается прямо в землю проливает грядки и сюда накидывание снега накидывание снега я заниматься этим не буду зачем я себя буду лишний раз физически вот этот труд не его и так хватит вот в общем видите у меня природное земледелие грядки я копать тоже не буду вот я сделала лунку посадила что надо мне сюда все так и оставила грядочка ее копать не надо вот она уже вся перекопана без нас без нас она перекопана или еще показать но тут у меня толстый слой толстый слой сена который тоже будет давать хорошее питание это все скошенная трава у меня а так и сено можно в принципе укладывать я какой-то год вообще листву собирала листву от деревьев это было на севере и укладывала в теплице полностью у меня выгребала хорошую землю она естественно питательная же у нас в теплице земля я ее выгребала на огород на грядке то есть там удобрила как говорится и разложила на грядках в теплице полностью я положила листву сделала лунку с ведром где-то с ведро высыпала туда хорошащие земли все остальное у меня покрывалась листвой слушайте ну настолько были изумительные урожаи только это труд это надо столько много листвы найти но мы нашли кучи этой листвы и вот таким образом я тоже садила она буквально у нас переработалась за один сезон потому что сидели томаты мы я постоянно их там поливала чем-то естественно подкармливала какой-то жижей какой-то травой настойной там естественно зародилось очень много микроорганизмов червячков которые это за сезон все переработали то есть природным земледелием я занимаюсь уже давным давно и она мне настолько интересно настолько нравится что я никакой химии я не применяю но может быть иногда в самом начале когда цепляются растишки там полить пролить каким-то химическим удобрением и все потом уже в дальнейшем как они только зацепились я уже пошла мульчировать скошенной травой вот поливать настоем пищевых отходов и так далее и тому подобное а а а а